Продолжение следует... Сначала займемся тестом. Нам понадобится полкилограмма муки, одно яйцо, щепотка сухих дрожжей, пол чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла и теплая вода. Так как в рецепте не было указано количество воды точное, я буду заводить в миксере. Сюда же сразу отправляю дрожжи. Кстати, первый раз завожу тесто для вареников с дрожжами. Интересно, что они дадут. Сюда же отправляем яйцо. Ну, я думаю, миллилитров 100 воды-то точно уйдет, поэтому я добавляю сразу воду и все растительное масло. Замешивать буду вот такой насадкой, называется крюк. Тесто получилось достаточно плотным, но уже эластичное. У меня ушло 160 миллилитров воды, но вы ориентируйтесь на свою муку. Сейчас я тесто уберу в пакет и пусть оно полежит и отдохнет минут 20-30. А пока займемся начинкой. Для начинки возьмем полкилограмма картофеля, одну крупную луковицу, соль, черный перец, масло растительное для жарки и, конечно же, наш секретный ингредиент. Это копченый сыр. Я взяла колбасный сыр, вот слегка-слегка подкопченый. Вы можете взять чечил копченый или сильнее копченый колбасный сыр, или любой другой копченый сырок, который вы любите. Картофель отправляем вариться. Лук нарезаем мелкими кубиками. И поджариваем его на растительном масле до легкой золотистости. Горячий картофель измельчаем любым удобным для вас способом. Можно взять толкушку или даже вилкой, только не миксером. Миксер настолько все это взобьет, что уже потом оно будет миксером. А нам нужна пушистая масса. Добавляем в картофель обжаренный лучок. И все хорошо перемешиваем. Несмотря на то, что картошка варилась в подсоленной воде, я еще немножко подсолю. Но мы помним, что у нас еще есть сыр. Он тоже добавит соли, поэтому аккуратно. Даем картошке остыть. Колбасного сыра я взяла 200 грамм. Режем его мелким кубиком. Ой, как он пахнет! Вообще люблю аромат копченого. И отправляем в остывшую картошку. И еще раз все перемешиваем. Осталось добавить немножко перчика черного. Ну, это так. По желанию. И начинка готова. Прошло полчаса, тесто отлежалось. И посмотрите, стало такое. Но я не скажу, что оно похоже на дрожжевое, но гораздо мягче, наверное, чем обычно. Интересно. Отрезаем кусочек теста. Раскатываем колбаской. И нарезаем на порционные кусочки. Раскатываем круглый сочень. Такой не очень большой, но покрупнее, чем для пельмени. И тесто не делаем сильно тонкое. Закладываем начинку. Формируем вареничек. Вообще у нас в семье традиционно все сладкие вареники с творогом, с вишней, с ягодками другими делаются с косичкой. А не сладкие делаются обычным способом. Лепим остальные вареники. Отвариваем вареники в хорошо подсоленной воде минутки 3 после закипания. Каждый раз после закладки помешивайте, чтобы они ко дну не прилипли. И варить лучше партиями. Много сразу отваривать не нужно, а то они посклеиваются. Вот они, вот они наши красавцы. Традиционно подается, вот у меня сегодня все про традиции, но я вообще люблю семейные традиции. Традиционно можно подавать либо со сметаной, либо грудиночку поджарить с лучком. Но вот мне захотелось вот сметанки и укропчику. Он с нашего огорода такой уже самый-самый последний в этом году. Уже морозом даже слегка его пыталась побить, но он стойкий оловянный солдатик. Посмотрите, какая красота аппетитная, такая прям манящая. Ну что, осталось попробовать. Разломим. Мне, конечно, очень интересно само тесто. Ну и как ведет себя сыр колбасный. Так, ну вот так вот я достану сейчас. Смотрите, колбасный сырок, он стал очень мягким и практически такой кремообразным. Пробуем? Вкуснота! Такой легкий-легкий копченый аромат. Друзья мои, очень интересное тесто. Оно вроде как кажется обычное, но при этом понежнее. Да, наверное, правильный слой подобрала. Нежнее. Обязательно готовить. Друзья, как же удивительно меняется само блюдо, если убрать, изменить или добавить только один компонент. Только добавили сыр. Ну, чуть-чуть дрожжей добавили в тесто. И все, варенички заиграли по-новому. Очень рекомендую. Обязательно готовьте. Я думаю, семья будет в вашей восторге. Конечно же, если вы любите копченое. Пробуйте новые вкусы. Это всегда очень интересно. А с вами была я, Валерия. Это проект Другая Кухня. Пойду кормить семью. Ну, и вы угощайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok